Доброе утро! Мы приветствуем все, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале России. Сегодня будем говорить про спорт. Как они рождаются, сильные духом? Каков он, этот тернистый спортивный путь к Олимпу? И нужна ли в спорте любовь? Об этом в нашей программе, сразу после прогноза погоды. С вами сегодня Галина Алиева. Не переключайтесь, мы вернемся в студию. В Корчаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременная дождь в отдельных районах, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, в горах плюс 7, плюс 12, днём плюс 27, плюс 32 и местами плюс 18, плюс 23 градусов. Черкессия переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днём плюс 29, плюс 31 градусов. Она юная девочка, 2013 года рождения. Не составит труда узнать её возраст. Тем не менее, она уже победительница всероссийских турниров по дзюдо. Она участница соревнований Северо-Кавказского федерального округа. А ещё она победительница детской лиги локоть дзюдо. Он, он её тренер. Он мастер спорта по самбо и дзюдо. А ещё он очень добрый и бесконечно любит детей. В нашей студии сегодня Батыр Лайпанов. Его воспитанница Лиана Аджиева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо вам большое, что вы нашли время, приехали к нам в студию, потому что нам очень хочется с вами познакомиться. Батыр, вы спортсмен со стажем. Тем не менее, за плечами учёба, работа в органах внутренних дел. И вот она, тренерская работа. Но не просто тренерская работа, а работа с детьми. По моему убеждению, работать с детьми, неважно в какой сфере, должен человек или может человек, который любит детей. Что вас привело на тренерскую работу? Предпосылки были тому, что я вообще сам люблю спорт. Особенно этот вид спорта. Потому что это интеллигентный такой вид спорта для джентльменов. С учётом того, что, как вы сказали, я действительно люблю детей. У меня у самого двое детей. Мне нравится в детях та искренность, которую они мне дают, тот позитив, который я от них получаю. Если честно, все труды, которые вкладываю в них, и вот эта отдача от этих трудов, когда приносят они какой-то результат, мне кажется, даже порой это лучше, чем то, что я сам выигрывал в своё время. За них я больше переживаю, чем вспоминая себя, как я переживал за себя. Оказывается, это две разные вещи. За них ты переживаешь не только как тренер, но и как отец. Для них ты и няня, и друг, и тренер, и отец. И вот это получение ими долгожданных результатов, то есть эти медали, эти первые места, или вообще любые места, когда результат приходит, ты получаешь такое колоссальное самоудовлетворение в плане того, что действительно ты не зря проводишь эту деятельность, эту жизнь. Ну, не зря проживаешь. Это какое-то наследие, наверное. Если даже что-то и останется, наверное, когда-нибудь обо мне, то это, наверное, память в этих детях обо мне. Мне интересно, кто вас привел в борцовский клуб. И я, насколько знаю, так разведка донесла, что первым тренером у вас была женщина. Да, Оксана Ивановна Степанюк. Нет, я, наверное, поправлюсь. Первым тренером у меня был Макар Богданович Богдасарян. Так получилось, что в моей жизни появилась Оксана Ивановна Степанюк. Она чемпионка мира. И я к ней попал. С первого дня я, ну, как сказать, как в тренера, влюбился в нее. И вот она меня сопровождала вместе с главным тренером города Невиномыска, Спартаком Рафаиловичем. Тахун Спартак Рафаилович. И вот они, по факту, два тренера, которые сыграли в моей жизни большую роль. Дзюдо – это вот именно тот вид спорта, который воспитывает все правильные качества в людях. Мне нравится, какое вы дали определение в джентльменский спорт. Я знаю, что ты дочь очень близкого друга Батыра, да? Как получилось, что папа тебя отдал в этот вид спорта, что дядя Батыр подключился, и, в общем-то, ты достигаешь на сегодняшний день великолепных результатов для своего возраста? Расскажи, пожалуйста. Когда я еще не ходила на дзюдо, ходила моя сестра. И я просто пришла там посмотреть и начала тренироваться. И вот так вот я начала тренироваться, короче. Она, наверное, больше папу хотела обрадовать, потому что папа сам бывший дзюдоист. Я как бы заметил в ней те черты характера, которые присущи настоящим спортсменам. Трудолюбие, талант тоже. Ну, это, наверное, гены. У такой крохи. У такой крохи. Это гены. Папе сказал, мне нужна эта девочка. Даже был момент, когда она не хотела ходить, потому что старшая сестра перехотела ходить. Она решила старшую сестру тоже таким способом поддержать, не ходить. Я приехал домой и сказал нет. Сказал Мурату, ее отцу, что эта девочка мне нужна. И я не ошибся. И первое соревнование, которое она выиграла, ей понравилось. Да? Медаль. А что понравилось? Победа сама? Да. Ну, то, что первая победа, удивление, радость. Скажи, пожалуйста, когда ты выходишь на борцовский ковер, какие чувства тебя одолевают? Есть ли страх в этот момент? Нет, страха нет. Нет? Нет. Ну, настрой. Надо победить. Надо хорошо отбороться. Ну, я сейчас предлагаю вместе с нами, уважаемые теледоклиники, посмотреть сюжет, который наша съемочная группа накануне сняла. Глядя на этот стол, усыпанный россыпью медалей и кубков, сложно поверить, что хозяйкой всех наград является эта хрупкая с виду девчушка. Свои десять с хвостиком Лиана Аджиева успела стать чемпионкой всероссийских окружных и региональных турниров. Юная дзюдоистка хорошо помнит, как завоевала каждый из этих трофеев. Вот это моя первая награда, она в городе была здесь, в пятой школе. Ну, я сильно обрадовалась, да. Вот, например, вот это, это из Астрахани, на Лока-Дзюдо, это в Нальчике тоже было, это здесь у нас в городе в Олимпе. Это, по-моему, тоже в Олимпе, это тоже здесь в городе, это тоже в Нальчике, вот это награда. Это тоже вот здесь вот в городе. Ну, в общем-то, ты практически помнишь все свои награды. Ну да, почти все. Мне нравится заниматься. Думаю, стану лучшей в этом спорте. В секцию дзюдо Лиана попала совсем ребенком, и, как часто это бывает, совершенно случайно. Туда ее отвел отец, в прошлом также дзюдоист, просто для того, чтобы чем-нибудь занять девочку. Как признается Мурата Джиев, он вовсе не ожидал, что его младшая дочь быстро втянется и станет показывать такие результаты. В городе-то, в принципе, и были школы, другие школы под дзюдо, но я не хотел с ними связывать ее судьбу. Поэтому, когда он открыл свою школу, я решил, вот первая из которых, из детей, которые туда попали, это она, она и старшая сестра ее туда попали. И вот так оно и пошло. И потихоньку начал замечать, что где-то начинает получаться. И я начал давать поддержку, ездить с ней постоянно, туда и сюда, вместе с тренером. И до сих пор продолжаем это делать. Поэтому надеемся, в скором будущем надеемся, что поднимется на выше бизнес-стал мира. Это надежда всех нас, включая и тренера, и меня. Волей судьбы первым тренером и наставником Лианы стал близкий друг ее отца по совместительству мастер спорта России по дзюдо и самбо Батыр Лайпанов. Он один из первых увидел скрытый в Лиане потенциал. И даже в свое время настоял на том, чтобы девочка продолжала заниматься дзюдо, когда она хотела бросить секцию. Сейчас же этот тандем является одним из самых перспективных в регионе. Явное тому подтверждение – череда ярких побед на различных турнирах, одним из которых стали престижные соревнования Лока-Дзюдо. На этих соревнованиях она провела четыре схватки. Первая схватка, по-моему, с Астрахани, девочка. Вторая схватка, по-моему, с Каланки. Третья, я не помню, с Краснодара. Я точно не помню. Но в финале самая тяжелая была схватка – это была с Дагестанкой. Девочка из Дагестана. Ну, я думал, будет тяжело. Морально нам казалось, что будет тяжело, потому что та девочка тоже не слабая. Ну, Лиана психологически переборола ее и как бы выиграла досрочно, быстро, хладнокровно. В общей сложности я могу сказать за своих детей только одно. Может быть, для кого-то они дети, но для меня они уже профессионалы. Потому что только профессионал может заниматься изо дня в день длительное время. Каждый день тратить свое время. Не бегают, не играются. Они проводят тренировку здесь. Они и спят, и едят, будучи, зная, что завтра соревнования, надо подогнать вес, гонять вес. Надо где-то воздержаться от прогулок, от поезда к друзьям на дни рождения, потому что завтра соревнования. Они во многом себя ограничивают. Простой ребенок не сможет себя ограничивать. Тот ребенок, который дисциплинированный, только он сможет. Поэтому я считаю, что они спортсмены, настоящие спортсмены. На сегодняшний день в этой секции дзюдо занимается порядка полусотни детей разного возраста. К каждому из них у Батыра есть свой индивидуальный подход. Профессиональные качества и душевность этого тренера замечают не только дети, которые с удовольствием ходят к нему на занятия, но и их родители. Ведь они целиком и полностью доверяют ему самое драгоценное – своих детей. У меня ходят оба сына. Старшему 10 лет, младшему 6. Ходим в эту секцию. Нам очень нравится. Нравится человек. Батыр как человек. И нравится как тренер. Интересные, занимательные такие тренировки разнообразные. И очень много он еще и беседует с детьми. Это тоже для нас немаловажно. То есть он такой на дружеской ноте. И хорошая, приятная атмосфера в зале. Мы ждем вечера. И у нас, если не сделал уроки, то не пойдешь на тренировку. Это как наказание получается. С удовольствием каждый вечер бегут сюда. Воспитанники Батыра Лайпанова на постоянной основе принимают участие во всевозможных соревнованиях. Тренер уверен, что чем чаще его дети будут встречаться с разными соперниками на татаме, тем быстрее они вырастут профессионально. А вслед за этим подтянутся заслуженные награды и кубки, которых, как уверен тренер, у его воспитанников будет целое множество. Ну вот, я надеюсь, зрители познакомились поближе с вашей командой, с условиями, в которых вы занимаетесь. Это здорово. Батыр, поподробнее. Все-таки в каких турнирах Лиана стала уже победительницей? Какие кубки у нее хранятся дома? У Лианы очень обширный россыпь побед и медалей, и кубков. Она у нас участница северокавказских турниров, южного федерального округа. Она победительница Ставропольского края. Недавно стала победительницей детской лиги дзюдо города Астрахани. Для нас это как бы очень большая победа, я считаю. Ну, как бы это первые такие крупные соревнования, которые мы выиграли. До этого у нас было два неудачных опыта. Первый опыт это было второе место. Второй опыт это было третье место. Это город Нальчик первый опыт. Второй опыт это город Волгоград. Из третьей попытки мы все-таки взяли первое место. И надеемся, теперь не будем останавливаться. У нас же теперь как? С учетом того, что она у нас постоянно первая и первая, для нас уже вторые и третьи места, как говорится. Это уже не место. Это уже не победа, да? Да, у нас такой настрой. Хотя, может быть, это неправильно. Но с учетом того, что мы стараемся именно настраиваться на первое место, как говорится, для того, чтобы не расслабляться. Для нас, как говорят же, поговорки, главное не победа, главное участие. Это не в нашем случае. В нашем случае только победа. Потому что мы хотим стать первой олимпийской чемпионкой. О, братцы! Так у вас, оказывается, амбиции? Амбиции, да. Здоровые, спортивные, настоящие амбиции. Да, у нас нету олимпийских чемпионок в России, есть призерки. А олимпийских чемпионок нету. Вот, надеемся. Как бы она поставила себе такую цель. Она сказала как-то папе, я хочу быть первой олимпийской чемпионкой. Мы сказали, хорошо. С твоей стороны труд, с нашей стороны поддержка. И вот мы нашли тандем вот этот. Здорово. И работаем. Ну, в каком весе борется, Лена? Ой, это для нас больной разговор. Она весит 24-25 килограмм. Редко бывает, когда такие весовые категории выставляют на соревнованиях. Ну, бывает, конечно, но редко. Поэтому нам приходится всегда бороться больше, чем мы есть. Вот в Астрахани мы боролись в 27, будучи веся 24 килограмма. На других турнирах бывало так, что мы боролись и в 32 килограмма, да? В 37? Да, в 37. Были такие, да, боролись. Не потому, что мы так хотим, а потому, что, ну, нету наших весовых категорий. Бывает. Ну, по правилам можно выставляться, да, с такой разницей? Конечно. Это, как бы, никто не вас, ну, не запрещает, потому что весовых категорий нет. Самая маленькая, например, весовая категория, если есть 32 килограмма, она весит меньше, ну, приходится бороться в 32 килограмма. И ты этих толстух укладываешь? Да. Молодчина. Ну, расскажите мне о ваших планах, о перспективах, которые у вас есть. Перспективы у нас, как говорится, амбициозные. А так в дальнейшем, ближайшие 4-5 лет, попытаться попасть в сборную России по детям. А там дальше, там больше. Ну, у нас в планах 3 медали, как минимум. Первая – это чемпионат, нет, 4, обманываю. Первая – это у нас чемпионат России, да? Вторая – у нас потом Европа, третья – мир. И, естественно, четвертая, самая главная – Олимпиада. Олимпийские игры. Олимпийские игры. Да. Что-то мне подсказывает, что станет тогда Олимпийской чемпионкой. Надеемся. Батыр, ну, все-таки от вас тоже хочу услышать таких каких-то очень важных, наверное, слов, небанальных, что, ребят, оторвайтесь от гаджетов, я не знаю, от этой интернет-зависимости, приходите в спортивные залы. Я так скажу, в первую очередь, наверное, это воспитание, в вторую очередь – это образование, и третье – это спорт. Спорт дает колоссальное развитие как морального составляющего, так и физического составляющего. Если есть такая возможность у родителей, это именно обращение к родителям, обязательно отдавайте детей в спорт. Потому что это то составляющее, когда ребенок обзаводится друзьями, характером, целеустремленностью. И, как вы сказали, от гаджетов надо убирать детей. Гаджетам всегда можно успеть научиться работать, я не знаю, развлекаться. А вот тот фундамент, который сейчас в детях заложится, тот фундамент и останется по жизни. Сейчас в нашем таком современном обществе, таком быстром, таком развивающемся, очень важно, чтобы человек мог добиваться своих целей, потому что много препятствий в жизни, очень много. И с ними надо бороться, с ними надо как-то преодолевать себя где-то в чем-то, ограничивать. И вот именно вот эту дисциплину в начале своей жизненного пути, когда вы еще, ну, когда еще ребенок, да, он сформирует благодаря именно спорту. Я не говорю только за дзюдо. Хотя я опять же подчеркну, дзюдо очень интеллигентный и такой вид спорта, который для ребенка, в принципе, самый оптимальный. Вот, я говорю за все виды спорта. Любой вид спорта развивает в ребенке вот эту целеустремленность и характер, чтобы ребенок становился победителем. И тогда ребенку будет действительно в дальнейшем легче. Если ребенок пассивный, он и будет по жизни пассивный. Дисциплинированный человек, он действительно самый сильный, по факту. Я говорю, почему? Я своим детям говорю, вы для меня не дети, вы для меня спортсмены. Потому что только сильный человек сможет каждый день приходить, каждый день трудиться, 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 несмотря ни на что, несмотря на плохую погоду, несмотря на свое состояние, несмотря на то, что вот идет дождь, мне лень. Ну, бывает же апатия. Они преодолевают, приходят, добиваются. В первых рядах вот моя ученица тоже. Там много талантливых детей, действительно много талантливых детей, но не все могут реализовать свой талант не потому, что они какие-то не такие, а потому что во многом ленивый. И многие родители в их лени, может быть, даже поддерживают, потому что эти гаджеты, просмотры непонятных телепередач в этих телефонах, вот развивают эту лень. Вот это печально, потому что многие дети даже присесть, отжаться не могут. Вот элементарные вещи, то, что в своем возрасте должны дети делать, просто не могут. Не говоря уже о умственном развитии, о многих вещах. Я своим детям стараюсь доносить, в первую очередь, это воспитанность должна быть, но это только благодаря родителям, потому что в первую очередь дает воспитание родителям. Если у ребенка нет воспитания, тренеру будет тяжелее, потому что тренеру надо будет еще и перевоспитывать ребенка. Потому что дети же ездят во многие места на соревнования. И как бы уважающий себя тренер, когда ребенок что-то вычудивает, ему неприятно, и приходится воспитывать. Но когда ребенок уже воспитан в хорошей атмосфере, в полноценной семье, неважно, просто воспитан, тренеру уже легче, потому что тренер просто будет направлять по своей деятельности. А так, в первую очередь, это воспитание, в вторую очередь, это образование. Обязательно. Это обязательно. А только в третью очередь спорт. Потому что, когда у тебя есть за пазухой, как говорится, тот фундамент воспитанности и образования, который тебе в жизни пригодится, спорт же он не вечный. Человек имеет свойство стареть. Человек имеет свойство получить травму. В жизни только Бог знает, что завтра будет с нами. Я знаю многих спортсменов, у которых все было хорошо, но так получились обстоятельства. Травма. И дальше он не поможет продолжать карьерный рост спортивный. И что тогда человеку делать, если у него нет ни знаний, ни умений? Бывает так, что и по наклону потом могут пойти. Поэтому, говорю, в первую очередь, только образование и воспитание. Все. А потом уже спорт. Потому что ребенок должен понимать, что если, не дай Бог, что-то получится не так, или просто бросит спорт. Ну, бывает, всякое в жизни бывает. Но у него есть запазуха. Пундамент тех знаний, которые он может дальше использовать и развиваться. И помогать себе, и помогать родным и близким. А спорт – это уже вспомогающее. Слушаю вас и понимаю, как погружаюсь в какой-то психологический тренинг. Абсолютно правильно готова вас слушать еще очень долго и говорить абсолютно правильные вещи. Мне хочется поблагодарить вас сегодня за участие в программе. А вы правда сделали наше утро и позитивным, и познавательным, и информационным. И еще раз мы вместе с вами напомнили, что спорт – это правильно. Спорт – это хорошо. Ляночка, я почему-то сегодня уже сказала, что вижу тебя, надеюсь, что и олимпийской чемпионкой тоже. И будем мы за тобой следить, за твоими успехами, за твоими победами, чего я тебе от всей души желаю. Не бросай спорт, оставайся такой же целеустремленной. Пусть с тобой долго-долго еще будут рядом твои родные, твой тренер, который так в тебя верит. Спасибо. Успехов тебе большое. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Успехов вам. И надеюсь, что эта встреча была не последней. Надеюсь. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, наша программа подходит к концу. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии были спортсмены, дзюдоисты, тренер Батрилайпанов и его воспитанница Ляночка Аджиева. Наша программа подходит к концу. С вами была Галина Алиева. Не переключайтесь. Оставайтесь на канале «Россия». Продолжение следует...